Здравствуйте, это Мария Ивановна. Здравствуйте, здравствуйте. Разрешите вручить вам? Сегодня и вчера представители администрации города вручали памятные знаки в честь 80-летия снятия блокады в Ленинграде. Героям того времени передали пакет с подарками и один особенный – стихотворение. Здесь даже спички лишней нет, и мы коптилки зажигаем, как и люди первобытных лет. Огонь из камня высекаем. За время блокады Ленинграда, длившейся долгие 872 дня, погибли около полутора миллиона человек. Из них только 3% скончались от гитлеровских бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Со слов очевидцев, ели клей, траву и землю. Клей варила, я не знаю, мама как-то варила, потом ели как торф, как холодец, какую-то землю ели. Картошка тухлая там, ну как это, мы там собирали, мыли, ели эти лепешки, пекли. Траву ели, крапиву там, ну это всегда так. Блокадным бедам нет границ. Мы глохнем под снарядным гулом от наших до военных лиц. Но эти люди выдержали. Они выдержали, выстояли и пронесли эту память, память детства, грусти через всю жизнь. Сейчас в Котласе и в поселке Вычигодске осталось всего шесть блокадников. У них есть чему поучиться – стойкости, любви к родине и позитивному отношению к жизни. Как вы себя чувствуете, как у вас настроение? Хорошо все? Вы присядьте, может, все-таки? Хорошо, все хорошо. Как только началась война, маленьких блокадниц эвакуировали по железной дороге и по Ладожскому озеру. Дороги жизни. Да, дороги жизни. Ехали мы, все говорили, что открыто было, прыгали. А мы ехали, я так не помню, мне кажется, все было закрыто. Прямо вот вдруг вот дружки проехали как-то. Ой-ой, слышно было. Люди-то. Уже лужи были ведь на льду. Большое вам спасибо за вашу жизнь, за вашу героизм, за ваше поколение, за то, что вы сделали для нашей страны. Мы не встречаем Новый год, но утром скажем – с Новым годом! Новый год. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Есть просьбы, может быть, какие-то? Да нет. Я отправляюсь. Пенсии мне хватает, а все остальное я делаю сама. Гостеприимная и трогательная Тамара Ивановна зачитала в ответ маленькой гости отрывок из поэмы Михаила Дудина о суровых и жестоких военных годах. И расплылись по снегу пятна, и захлебнулся снег в крови. Он не успел вернуть обратно своей судьбе, своей любви. Глава города Денис Шевела не смог скрыть своего восхищения перед ее волей к жизни. Найди в себе такую силу, такую страсть найди в борьбе, чтобы увидеть не Агиву, а вдаль, сдавающую звезду. Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12 дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко ошелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Вознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады Сегодня 27 января в 20 часов город Ленинград залетует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.